Своеобразные судебные юбилеи отмечает сегодня бывший помощник начальника ГУВД Нижегородской области Леонид Копытов. Ровно 50-е судебное заседание состояло сегодня по его делу. Напомним, Леонид Копытов вместе со своей супругой Татьяной были задержаны по подозрению в мошенничестве. По версии следствия он грозил многочисленными проверками одной коммерческой фирмы. И за 40% акций этой компании, переписанных на его жену, он обещал проверки прекратить. С целью поиска доказательств в доме семьи Копытовых, 800-метровом особняке в престижном районе города, был проведен обыск. И в итоге Леонид Копытова задержали, заключили под стражу, но потом изменили меру пресечения на домашний арест. Начались суды, но дело никак не может прийти к завершению. Заседания постоянно откладываются или переносятся. И вот сегодня уже в 50-й раз стороны собрались, чтобы попытаться продолжить судебное следствие. Я сейчас под домашним арестом, и мне не дано право что-то, так сказать, комментировать. Если вы хотите услышать что-то, пожалуйста, к моему адвокату. Если говорить о длительности судебного процесса, я бы сказала так, что мы практически год занимались исследованиями материалов дела со стороны гособвинения. И, ну, почему так было долго, это дело гособвинения. Процесс длился длительное время в связи с тем, что сам подсудимый находился на лечении, адвокат находился на лечении. Потерпевший у нас просил также сделать перерыв в связи с его отъездом за границу. Кстати, Леонид Копытов свою вину полностью не признает. Но если же его все же признают виновным, то ему грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжение следует...